Благословен Господь, дающий Тору Благословен Господь, дающий Тору Ну, во-первых, неприятное для традиционного христианского уха слово законы, и закон, оно как-то всегда ассоциируется неправильно, хотя если размыслить, почему неприятное, ведь законы, представленные нам, и сам закон, он является Божьим, а Божье, оно все хорошо. Ну, это, скажем так, вопрос уже личных отношений с Богом и послушания Богу. Ну, в нашей недельной главе представлен как раз первый свод практических законов, данных Богом, которые должны были установить отношения внутри нашего народа. И причем на основе этих законов Бог строил свой Божий народ, который должен был стать светом для других народов. И нам представлены законы как уголовного права, законы семейного законодательства, компенсации за ущерб. В общем, мы все эти законы в нашей недельной главе читаем. После законов дается повеление всему мужскому населению три раза в год на определенные праздники приходить пред Божье лицо. И в конце 23 главы говорится о том, что в случае, скажем так, исполнения условий завета, Божий народ будет иметь определенные блага. Мы читаем это в 23 главе, что «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающей и бесплодной, в земле твое число дней твоих сделаю полным». Это в случае послушания Богу и исполнения Божьих предписаний. И заканчивается наша глава, я считаю, что это основная часть данного недельного раздела, это заключением самого завета. Идет подписание договора, и об этом говорит нам вся 24 глава. Давайте мы начнем с этого основного момента, начнем с конца, прочитаем 24 главу, с 3 по 8 стих. «И пришел Маше и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем, и что написал Маше все слова Господни, и встал рано поутру, поставил под горою и двенадцать камней по числу двенадцать колен Израилевых, и послал юношей сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Маше взял половину крови и влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны. «И взял Маше крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которой Господь заключил с вами о всех словах всех». И если мы посмотрим, как происходило это все, вот давайте вообразим себе эту картину, получается, что Маше пересказывает слова народу, на следующий день утром и читает эти слова. Но давайте посмотрим. Мы знаем, что из Египта вышло два миллиона человек. Представьте на секунду сказать информацию двум миллионам человекам. Если взять с учетом того, что на тот период времени не было ни микрофонов, ни громкоговорителей, то есть большая доля вероятности, что многие могли и не услышать того, что было сказано. Правильно? Ну, представьте себе на секундочку, два миллиона человек. Но они могли, и многие, я думаю, что не услышали, но можно сказать одно, что этот народ, он мог довериться Богу, и они это сделали. После всех тех чудес, которыми Бог выводил из египетской земли, им было предложено было вступить в отношение с этим Богом, в отношение завета, отношение, скажем так, на определенных условиях, они сделали, делают этот шаг верой и делают этот самый важный шаг в своей жизни. И читая нашу главу, мы видим, можем видеть то, что основанием как раз вот этого Синайского договора, Синайского завета, Ветхого завета, как его принято называть, есть вера, это есть вера. И мы читаем в 24, в 4 главе, в 7 стихе, что народ отвечал, и сказали они, все, что сказать Господь, сделаем и будем послушны. Этот принцип называется на Севенишма. Здесь в синаидальном переводе, немножко неправильный перевод, и в оригинале написано, что сделаем и поймем. И, как я уже сказал, израильское общество того времени, оно сделало самое правильное решение в своей жизни, оно приняло решение довериться Богу, поверить Богу. Ведь если мы посмотрим, вера это не есть что-то такое, зачастую мы думаем, это что-то такое очень духовное, непонятное вера. Я когда-то слышал проповедь одного проповедника, и мне эти слова, они в моем сердце до сих пор, что вера это принятие решения. Вера это когда мы принимаем решение довериться Богу. И знаете, готовясь к комментарию, вот данной недельной главы, именно к этой части, Бог напомнил мне, вот наши сыры как раз на Севенишма, я поделюсь с вами в двух словах. Ребе сказал уже, как мы приходили к Богу, ну, были большие, большие проблемы. И знаете, я помню, как мы сидели на балконе нашей квартиры, и мы размышляли. Мы пришли, до этого мы пришли в общину, прошли какой-то период, и мы видели уже стандарты жизни верующего человека. Мы видели, что люди, они совершенно отличаются от людей этого мира. Вообще, ну, в общине, это вы все отличались и отличаетесь от людей всего мира. И вы знаете, мы сидели, и мы размышляли, мы говорили, да, мы понимаем, что надо отказаться от каких-то определенных вещей. Нельзя лгать, и нельзя брать то, что, говорят, плохо лежит, нельзя ругаться. Но мы не представляли, как можно жить без всего этого. Мы не представляли, как можно не выпить крепко, потом после этого и не покурить. И мы не знали, ну, в нашем, на тот период сознании это не укладывалось. Я помню, мы сидели и говорим, ну, как же, это надо вот сделать такой шаг. И мы сказали, давай попробуем. Мы не понимали, как это получится у нас, потому что мы этого не представляли. Но мы сказали, давай попробуем. И мы попробовали, и Бог изменил нашу жизнь. Бог явил славу великую в нашей жизни. И израильский народ, он так же само сделал этот шаг. Они попробовали, они не понимали этих законов. Они, я же говорю, половина из них, они этих законов не слышали, половина того. Физически они не могли услышать этого. Но они, видя Бога, который сотворил чудо, который чудесами, великими знамениями вывел их из египетской земли, из дома рабства, они сказали, да, попробуем и поймем. И вы знаете, я хочу сказать, что я думаю, что я уверен, что в жизни каждого человека на этом месте, в вашей жизни у каждого было это свое ванишма. И не только было, но и в определенных этапах жизненных оно повторяется, когда мы что-то не понимаем умом, мы не можем всего понять, мы не можем всего осознать, но мы принимаем решение довериться Богу, поверить Богу, сделать и потом понять. Но в этом вопросе есть одна очень интересная грань, которую мы с вами должны очень четко понимать. Этот принцип, он действует, он работает тогда, когда исполняются две его части. Не только сделать, но и понять. А понять, это значит то, что чтобы что-то понять, его надо изучить, его надо рассмотреть, в него надо вникнуть. И вы знаете, есть интересное местописание в послании Якова, которое как раз об этом вопросе говорит. Я хочу вам зачитать первую главу Якова, 22-25 стих. Будьте же исполнительны слово, а не слышать или только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот будучи не слушателем забывчивым, но исполительным делом, блажен будет в своем действовании. И когда мы вникаем в закон свободы, то мы будем иметь счастье, мы будем блажены, потому что мы вникли в то, что нам предлагает Бог. Закон исполнения Божьей воли приносит счастье в жизнь человека. И вы знаете, поэтому в нашей главе перед этим давались определенные законы. И давайте мы попытаемся чуть-чуть, хотя бы немножко в некоторые из них вникнуть, чтобы понять определенные вещи. И свод законов, предлагаемый в нашей недельной главе, он начинается с закона о рабстве. Но сразу возникает вопрос. Вроде, да, только вышли из рабства и опять рабство. Как это так? Ну, неужели в народе, который Бог освободил, должно опять быть рабство? Но, вы знаете, то, о чем здесь говорится, это не обычный вид рабства, который мы имеем в нашем представлении. Ну, во-первых, раб, он еврей, он не мог родиться рабом. Ну, и мы видим это, что не упоминается вопрос о продаже, а написано о том, что если купишь раба еврея, в рабство вообще еврей мог попасть только при одном условии. Если он что-либо украл, продал, и у него не было возможности возместить ущерб, в этом варианте его приводили предсудей, и он продавался, но что он делал? Он продавался с тем моментом, чтобы доход от того, что он будет работать, он будет покрывать нужды того человека, у которого была украдена вещь. И мы об этом читаем в 22 главе, в 3 стихе. И мы видим также, что его рабство, оно имело всего лишь временный характер. На 7-й год раб, он должен был быть освобожден. И как это дело происходило практически, отчитывалось от момента его продажи 6 лет. И через 6 лет, в начале 7-го года он отпускался на свободу. Но если он попадал в юбилейный год, независимо, пусть прошел полгода, год, он в любом случае отпускался на свободу. И интересен также еще момент того, что жена и дети, если у этого человека были жена и дети, то они не имели статуса рабов. Они переходили вместе со своим мужем, где муж как бы отрабатывал то, что он был должен, но у них статуса рабов не было. Человек, который брал на себя ответственность и брал эту семью себе, он нес ответственность за жену, за детей, для того, чтобы были покрыты все их нужды. И вообще, если мы посмотрим, женщина еврейка, она вообще рабыней быть не могла. Вообще, вот женщина ни при каких обстоятельствах, она не могла быть рабыней, даже если она совершала воровство. Читая в нашем разделе о том, что если отец продает молодую девочку в рабство, это говорится о том, что отец, он отдавал свою дочь до момента, пока она выросла, до момента ее совершеннолетия, она работала за определенную плату, которая отдавалась отцу. Эти деньги приходили отцу, но в момент, когда девочка приходила к возрасту совершеннолетия, она становилась женой того человека, которому она продавалась, причем на всех полностью законных основаниях, которые предписаны Торой. Если же он, этот человек, не хотел брать ее в жены, и было явным, что у них не было близости, то она была обязана стать женой его сына. Другого варианта не было дано. Если взяли, эта семья уже имела ответственность. И мы видим из этого, что также отец, который, ну, как правило, это дели люди, скажем так, при стесненных обстоятельствах финансовых, но он имел возможность выбирать семью. И это была обоюдная договоренность, чтобы не были не ущемлены права ни одной из сторон. Но давайте вернемся еще к рабству. И в 21 главе, в 5 стихе мы читаем, что человек, работающий за воровство, бывали ситуации, когда он хотел остаться рабом. В этом случае что делалось? Его приводили, опять-таки, предсудей, и предсудьями его приставляли к косяку дома, к человеку, у которого он хотел остаться в рабстве, и прокалывали ему ухо. И, вы знаете, наши мудрецы объясняют это следующим образом. Вот, например, Раббан Йоханан бен Захай, он связывает это действие с книгой Левит, 25 главой, 55 стихом, в которой написано. Потому что сыны Израилевы, мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь. И если этот еврей, который находился в рабстве, он хотел иметь хозяина, скажем так, из плоти и крови, то его плотская часть, а именно ухо, в которое он слышал Божьи слова, что он раб Господень, она прокалывалась. Но интересно то, что в любом случае, в юбилейный год, этот человек становился свободным. Он просто, ну, у него не было шанса остаться рабом. Юбилейный год, их всех рабов, скажем так, выпроваживали, отпускали. Но не просто отпускали, им возвращался их земельный надел. И все финансы, которые они заработали с момента, они не уходили с пустыми руками. Все финансы, которые они заработали с момента, вот как они рассчитались с долгом, а потом работали, ну, та часть, если отнять там пропитание, если они зарабатывали достойно, они выходили уже с достатком. Они не выходили неимущими. Они были полностью восстановлены в обществе. И, знаете, я бы не назвал вообще это рабством, я бы назвал это своего рода такой реабилитацией. Потому что, посмотрите, человек, который имел склонность к воровству, его передавали в семью, в нормальную семью. А если нормальную, то еврейская семья значит богобоязненная семья, где он учился жить нормальной жизнью. Он смотрел на жизни этих людей, и он восстанавливался. Не было целью, как есть у нас, ну, принято садить человека в тюрьму, где он становился еще более закоренелым преступником, озлабливается. Нет, его помещали в среду, где к нему нормально относились, где были нормальные отношения. И он знал, что это временный характер. Ощущая и видя правильную жизнь, он мог измениться и жить уже, скажем так, правильной жизнью. И рассматривая эти законы, мы с вами можем видеть, что действительно вот эти законы, которые представлены нам, они настолько отличительны от законов всех окружающих народов были. И это было для того, чтобы сформировать Божий народ, который будет светом для других народов. И мы с вами в предыдущей главе читали Божий план о том, что было написано, что целью Бога было народ святой, царство священников. И в первом послании Петра мы читаем об этом же целью было Бога, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из мы в чудный свой свет. Поэтому, друзья, давайте мы будем вникать в закон совершенный, в закон свободы. И тогда мы будем счастливы во всех наших делах. Баруха Шем.